Девушки отдыхают Я Андрей, я видеоблогер, снимаю свою такую необычную жизнь, люблю удивлять, шокировать людей, могу и себя шокировать. Могу и вас. Хотите? Нет, спасибо большое. Вытворяю всякий бред. Я продавал фал-имитаторы в метро, голый лежал в гробу. В зеленой краске бегал по улицам, приставал к бабушкам. Сюда где-то жопу писюн показывал. Ты начал все грузить на YouTube. Что набрало большее количество просмотров? Там, где я ем с мусорки, сейчас там что-то 600 с чем-то тысяч просмотров. А что вы едите с мусорки? Ну, орешки. Какой-то гамбургер недоезженный, там еще что-то такое было. Еще одна есть там топовая, такая, где я с бомжами пил водку. Сколько просмотров? Около 400 тысяч. Вам сколько сейчас лет? Мне 20. А вы работать не пробовали? Да, ну, неинтересно. Ну, я согласна с вами, ладно, да, в этом лучше есть с мусорки. А как ваши родители реагируют на то, что вы делаете? Папа, я не знаю, как относится. С папой я давно не общаюсь. Родители разрешились, когда мне было 7 месяцев. Но мне кажется, что если бы папа был рядом, то с меня бы такое не получилось. Но мама, в принципе, поначалу сильно переживала, что там ее тыкают пальцами на улицах, что говорят, о, это же его мама. Куда она смотрит, что это за мать, и где она была в тот момент, когда он это все делал. Больнее всего на мое творчество реагирует моя бабушка Люда. Бабушка! Когда я вижу, что он делает, мне кажется, его задушить. Просто взять и задушить. Что это за внучок? Сколько можно? Это сколько можно? Что сколько можно? Сколько нужно? Что это? Что это? Что, татуировка? Ножиком не надо, пожалуйста. Родится у тебя сын или дочка, скажет, папа, что это за такое у тебя на руках? Что ты скажешь? Как ты объяснишь? Ну, скажу, таким родился. Дебилом. Когда он показывает такие сценки, снимает такие негативы, мне за него бывает ссором. Вечно я не считаю, что я позор для своей семьи. Просто им нужно более толерантно ко мне относиться. И даже, знаете, гордиться. Вы популярный человек, у вас есть какие-то поклонники? Ну, так себе. Ну, поклонники, да, есть в фан-встречи, там приходят, ну, около тысячи человек. Ого! Вы зависимы от того, чтобы получать такую большую порцию внимания. Я набрал некую популярность. Я был настолько рад этому. Я готов был молиться на это все. Но и в тот же момент это просто обернулось против меня. Я выхожу на улицу, и там целые группировки, и за мной бегают, меня разыскивают. Что они хотят? Ну, не знаю. Автографы. Оставить на спине ногой. Одни стоят, хотят автографы его взять. Другие стоят, чтобы ему намилить пику. Вот бывает ему причин киевский из-за того, что он там был. С голой задней, цей, вы бачите. Ты красавчик. То, что я вижу, да? Почему с девушками проблема, собственно? Девушки, которые знают меня с телевидения, с интернета, они просто видят какого-то клоуна, идиота. Ты когда-нибудь любил? Да, я любил. У меня девушка была. Мы с ней были три с половиной года. Ого. Вместе. Там родители сильно были против. Ну, хотели просто какого-то нормального, перспективного молодого человека. Говорили, что зачем тебе такой, там, ублюдок? Какая нормальная девушка захочет связать жизнь вот с таким человеком? Я хочу понять, вы пришли на этот проект для того, чтобы еще раз засветиться, сделать что-нибудь нестандартное? Да не хочу я светиться. Да вы врете, Андрюха, ваше лицо выдает другие эмоции. Да не хочу я светиться. Когда я об этом сказала, вы начали улыбаться. Я уже насветился, мне достаточно. Вы хотите таким оставаться? Или вы хотите измениться? Не могу сказать. У меня такое чувство, что это просто шут, который, ну так, не против иметь отношения, если особо не надо будет напрягаться для этого. Мне кажется, что это ребенок, лишенный, может быть, действительно, отцовской опеки, который научился вот только так привлекать внимание. Если ты готов закатить рукава и найти какую-нибудь девушку адекватную, которая согласится с ним построить отношения, ну, я признаю открыто, что ты гений. Знаешь, у меня даже есть одна девушка на примете. Только не забудь ее предупредить, что он ел с мусорки перед тем, как она захочет с ним целоваться. Меня зовут Мария, мне 26, я психотерапевт. У меня есть авторские методики, с которыми я очень люблю работать. И одна из них – это работа с внутренними демонами. Мне нравилось изучать восточную культуру. Меня привлекает то, что там больше ориентируется на чувственный план, чем на ум. В моей жизни были отношения. Были достаточно глубокие чувства. Когда двое находятся долго вместе, и есть ощущение такой бытового болота и так далее. Мне очень бы хотелось, чтобы отношения, которые следующее построили, у меня присутствовала постоянная эмоциональная насыщенность и энергообмен такой с партнером. Рядом с собой я вижу интересного человека с интересными нестандартными увлечениями. Андрей у своему репертуарі. Та чи не втече, его половинка від переляку еще до початку побачення. На первое свидание я решил ее пригласить в секс-шоп, потому что я считаю, что секс – это одно из важных дел. Если она не подходит мне в сексе, то зачем вообще мне такая нужна? Мне вот, недостаточно. Подскажите, пожалуйста, букет нормальный? Я просто девушку жду. Ну, для такой девушки. Для такой? Андрей чекает на девчину уже пів години, а Маши и до си нема. Ненавижу, когда бабы опаздывают. Девушка, не хотите на свидание? Пойдемте в секс-шоп. Я тут пришел с подругой, но вы не обращайте внимания. Познакомился. Блин, надеюсь, эта девушка, которую я жду, будет немножечко попроще и относится с пониманием. Нарешті. Ось вона. Красива, впевнена в собі, полум'яно-зваблива Марія. Ну, в принципі, она симпатична. Привет! Привет! Ну, он такой мальчик, да, с сладенькой внешностью. Фигура у него хорошо осложена. В губки бухленький. Я Андрей, держи, это тебе. Марія, это букет. Это морковка. Ну, морковка. И полуздутая кукла. Подумал, вдруг ты не придешь. Не знаю, по-житски я бы могла оскорбиться, конечно, но это было забавно наблюдать. Приглашаю тебя вовнутрь. В секс-шоп. Мой любимый магазин. Здесь мы оставим. Я решил строить первое свидание здесь, потому что секс для меня очень важен. Ну, важно так важно, но он не знал, куда попал и с кем. Посмотри, какие тут штучки есть. Да. Какие тебе нравятся? Ну, мне однозначно нравятся белые металлы. Ну, мы на самом деле можем их и не покупать, потому что у меня наподобие есть. А, ну, без пароля. Как-то так посмотрел на ее руку, у нее такие ногти, такие целые заточки, росомаха такая. Я хочу тебя отвезти в интересное дело. Я ждал совсем другого. Я думал, ну, такая будет скромненькая, там, что зайдет секс-шоп, там, ну, будет как-то, может стесняться. Та не на ту напал. Зухвалист Андрея та не на очах. Надалі ситуацію контролює загадкова Марія. Ко ти мене завела? Это самая прелесть. Рай, правда? Я люблю таких более неприметных девочек. А она не такая. Ты часто здесь бываешь? Я не впервые в этом магазине. И ты угадал, очень угадал. Не могу понять, чем ты занимаешься. Она как будто родилась в этом секс-шопе. Начала хватать все плетки. А, вот такая у меня. Я тебе пользуюсь. Ты тебя боюсь. Не бойся. Уже жалею, что... Я просто в ступоре. Это я должен был ее как-то так шокировать. Хочешь попробовать? Ну, если честно, не хочу, ну... Очи боятся, а руки снимают штаны. Відмовити волевій Марії не вистачає сміливості. Я взяла ситуацию в свои руки и доставила мальчику много удовольствий. Итак. Я чувствовала такой бешеный огонь и вибрацию. Вот красивый след на память. Спасибо. Медельку. За полгода знакомства Маша встыгла шоковать эпатажного хлопа, стягнуть из него штаны, попестить батаром по седницях. А Андрей всекумекает, хто вона? Ты какая-то... Как же так сказать, ведьма, чтобы не видеть, да? Ну, это комплимент. А, я по... Я знаю. Ворошка, да? Я помню, когда-то в детстве я испугался сильно чего-то, клоуна в садике. И меня мама потом отвезла какой-то бабушке, она мне яйцами тут, пожалуй, привозила. Яйцами привкатываю только венец безбрачия и то двумя сразу. Поэтому доверишься, это узнаешь. Хорошо. Энергия, которая у нас появилась между нами, она такая, такая, да... Сколько? Где-то внутри там какой-то голос мне говорит, Андрею, уходи лучше, не иди туда. Андрею не дают спокою загадковість Маши и власні думки. А рептом вона сбоченка. Все же, куда мы идем? Лучше, кто ты? Чем ты занимаешься? Снова у меня щас какой-то заведешь, а потом бомбиром станешь и начнешь высасывать меня. Вот как раз ты почти угадал. Ну, прошу. Я офигел, что там происходило, как будто какой-то притон. Что это такое? Черепа лежат, какие-то все дымит, все бурлит. Там карты какие-то, ножи. Твоя версия про мою работу – ведьма. Но теперь официально это называется психотерапевт. Психолог. Еще библиотекарем бы пошла. Ты готов встретиться со своими внутренними демонами? Какими демонами? Вот наше волшебное место. Как будто в сериале «Все женщины-ведьмы». Это моя любимая авторская методика. Из всех этих карточек выбери демона, который тебе больше всего нравится и который тебе отвратителен. Для начала мы поработаем с тем демоном, который тебе понравился. Чем он занят в своей жизни? Мне кажется, он ничем не занят. Отлично. Чего бы ему хотелось? Типа хочет быть первым, либо должен быть первым. Есть у него имя? Есть. Какое? Асул. Честно, я помню, мне всегда почему-то казалось, что у меня какой-то как бы демон есть. Но я использовал это имя как свой как бы никнейм и потом сделал татуировку с этим никнеймом. Класс. Ну, я думаю, это его имя. Увидел, что она уже не та Маша секс-шопа, которая меня плеткой лупила. Интересно узнать про качество его силы. Ну, это типа как бы самый страшный зверь, который может быть. Это шикарная фраза. Муж посреди это от я. Я сильнее всех остальных, сильнее всех монстров и страшнее всех монстров. Какое-то усиливало его мужскую сторону. Поэтому он прекрасен, конечно. А теперь посмотри на эту карточку. Я опишу свои ощущения. Что-то мерзкое такое, скользкое. Занят тем, что вы портите людям жизнь. И от этого получает удовольствие. Это самое большое существо. Хорошо, ты сейчас догадываешься, да, что оба этих демона живут в тебе. А от и перши плоды психотерапевтичного сеансу. Я такой вот где-то дерьмо, а где-то типа неплохой. Я заметила, что как у тебя очень хорошо развивает канал движений. Я хочу тебе предложить поучаствовать со мной еще в одном моем любимом занятии. Ого. И с определенным желанием найти свое кохание, до Бориса и Натали крокует эта стиль на краля. Добрый день. Доброго дня. Я Ліна. Мне 25 лет. Я пришла на проект, чтобы найти свое кохание. У вас что-то не складывается? Можливо, оно бы и складывалось, но комплексов много. И за физическим хватит. У меня на маля ноги, она не выросла. Ноги в меня не хватает. На руках у меня три пальчика, как ниндзя-черепашка. Я снимаю протест. Не могу на скейті кататься. Только ночью. В день я себе позволить цього не могу. Комплекс. Заморачиваю, что про меня подумают другие. И как они спрямят меня. Памятаю, когда я первый раз села в метро. Час пик был. А у меня же не загинается нога. Я столько матов из своей стороны почула. С тех пор, уже 4-5 лет, я не седаю взагалі в жодному транспорту. Я не хочу, чтобы меня по жизни жалели. Вот и все. А почему жалюсти так принизило? Мне, например, сейчас за тебя боляче. Это не жалюсть. Я не согласна с тем, что человек может ехать в метро, потому что она инвалид. Такая вот ты не урод. Ну, почему ты урод? За столько лет воно просто в меня уже прожилось. Не любовь до себя. Я вважаю, что я не гарна. Я думаю, что я просто человекам не могу подобатись. Человекам им еще женки подобаются. Мне бы то много знакомых, но в принципе я всегда самотная. Ну, по суті, ты не даешь себе любить. Вот я дуже хочу, чтобы у нас ты хотя бы на секунду дозволила себе любить больше, ніж до того. Какого мужчину ты хочешь? Мы попробуем устроить тебе свидание. Я вижу Лину как девочку достойную отношений. У нее красивое лицо, она стильная. Она сумела как-то все эти свои недостатки обыграть. Главная задача – помочь ей поверить в то, что ее можно искренне любить. Как ты считаешь, какой мужчина ей мог бы подойти? Наверное, тоже какой-то необычный, чтобы они могли понять друг друга. У меня есть один парень. Я Роберт Ранд. Мне 27 лет. Малюю, придумываю концепти персонажей, иллюстрации для книг. Зарабляю на этом еще и непоганые деньги, как не дивно. Мне говорят, девочки, я надто идиот, придурок. Займаюсь всякой фигней, типа, знущаюсь своего тела, патруль. Если ты принимаешь сам свет как какой-то дебильный жарт, он становится не таким похмурим. Друзья показали мне фотографию Лины. Меня она зацикала, потому что я могу видеть красу в вещах, которые каждый может расследовать. Сегодня Роберт и Лина встретятся в реале. Я нашел такой райончик, он весь в граффитинг. Там повсюду и какой-то трешак полный. Для первого побачения диваковатый хлоп обирает нестандартное место встречи. Не шаблон на рандеву чекает на девчину. Что же задумал Роберт? З'является Лина. У меня чудовий настроек. Я просто очікуваю. Но где же подився Роберт? Как дура сейчас тебя чувствую. Может, увидел меня. Злякался и побежал. Все, я возвращаюсь. Я подумала. Лина готова до отступа. Аж раптом... Рука с квитами. Та еще и живыми квитами. Привет. Привет. Я Роберт. Кто где? Роберт. Роберт? Ух ты. Я очманива. Это у меня вот так вот в голове. Классно супер. Такая моя баба вообще. Я Лина. Дуже приятно. Ваш маку ваших... Очень сильно, да, дуже. И лучше отойти. Экзотичная квитка, экзотичное имя и на остаток снова экзотика. Лина уже на ослеп закохалася. Ты я в шуте взял. Экзотичная квитка. Чуть не вбив ее. Привет еще раз. Привет. Высокий, гарный, горитка. Сподобался очень. Классно, мы любим. Ты тоже прикольный. Да, дякую. Мне она симпатична. Она не похожа на людей, которых я звук видеть. Это притягивает. Это тебе критка-питка, плюхи, да? О, да. Я критку называю Робертом. Ну, как видишь, это, как бы меня убили и очертили мой силуэт. Может, свой начертить? Да. Лазоч? Да. Просто на автомате дали эти перчатки и все. То есть, он не задумался, что у меня есть три пальца. Люди, как ты дивилась, Найт Кроллер был такой персонаж с хвостом. Мутант, у которого три пальца на руках. И вот он нашел подход. Приколюваетесь. Художник Роберт видит Ліну с рогами, а над ними Німб. Ну, я ж типа Ангелина, глядка такая. А это что, сухня? Какаясь неведомая аистота виходит из-под руки мастера. Я никогда не надягала сарафаной. А на малюнку можно. В Ліні живая девчинка, яка б вона бритальна не была, там, ее личностность. А ты любишь эту в Робке? У меня есть одна супер-тату. Да. Покрывает маленький шмар шкири, але воно покрывает дуже великий шмар життя. Про цитуху важко було говорити. Мне кажется, что у него попередние сумки на Віталію были. Была одна девчинка, мы даже с ней думали уже одружиться. И она намалювала себе и меня такими карикатурными малюночками, как маленькая дитина. И я набив все о себе. И я действительно принял, что это уже что-то мое. А потом, когда она пошла, то и частина моего зникла. Я стал ироничнейший. З'явилось больше стебу на самом соборе. Я никогда не звикаю до людей. Я закрився полностью. Давай сердечко так надо. Пришло мене в голову, давай намалюем сердечко. Ці чувачки закохаются. Ну, потеки непогано виходять, принадлежно. Да. Взагалі, ти художник. От щось типа такого. Малюнки вийшли абстрактно дебильні. Арт-перформанс продовжується. Напад натхнення ніяк не відпустит Роберта. Я значно менше вийшла. Я значно красивіше вийшла. Ми подумали, що цих чуваків пустять на дрова, або боюсь начаться племена бомжів і вийшли забрати із собою. Стою тут, зараз вернемся. Добре. Ого! Їздити на ровері? Це моя мрія. Я не можу б за того, що в мене протест, а він не зайняється. Хоча б один раз покататися на велосипеді. Давня не здійсненна мрія Ліни. Про це було написано в її анкеті на сайті Половинок. Це прочитав Роберт. Для мене було важливо спробувати хоча б якось такі прості бажання здійснити. Не знаю, це зараз була повна жест, якщо хочеш, ми можемо спробувати. Ситуація майже безвихідна, бо Роберт і сам не вміє кататися на велосипеді. Ти не бійся, якщо об'ємось, так об'ємось разом. Слушай, ти дійсно не вмієш кататися. Скільки тобі років? Багато. Його 27, не вмієте кататись. Не те, що інвалідом другої групи буду, я інвалідом першої групи стану. Добре, тоді ще є така ідея. Пішка на велосипеді Роберт привозить Ліну до парку. І не просто так. У нього з'явилась ідея. Мож почекати ме тут? Я зараз повернусь. Тоді чекаю. У нас побачення, а він побіг кудись. Доброго дня. Ти можеш покатати дівчинку? Вєлік пардис, пайний. Нічим не можу. Реально, дуже-дуже треба. Просто я взагалі не міг кататися, серйозно, я не обмачив. Він нам допоміг, він дуже хорош. Чувак. У мене Роберт звати? Володь. Він. Здаємся, Лєша. Він сьогодні буде твоїм шофєром. Заради мене побіг, знайшов людину, це віграє. Сідай назад. Нормально? Слухи, піли, піли. Мрії здійснюються. Ліна це тепер точно знає. Ці миті це просто щасливо. Не гріх там покричати на весь парок. Тобі сподобалось? Дуже. Дякую величезно. Тримаю величезно. Реально дякую, що ти поміг. Поїхали далі, тут недалеко. Далі ми пішли по піску до містинки біля води. На пікнік, який заздалегідь підготував Роберт. За зустріч. Ну, розкажи щось про себе. Про мене. Це дитинство прожила в школі, в інтернеті. Ти батьки віддали? Відмовились у мене у екологовому будинку. Для мене є зараз принципом, щоб він одразу розумів, скільки він мене справить. Думаю, що на мене пропагалась відповідальністю мати за таку дитину, як я. Це мій комплекс. Вони не сприймають такої, як я. Війна замикається, соромиться, просто забити на все і жити для себе. Якщо ти заб'єш, просто люди будуть бачити, реально, що ти і помарбану. Це так, тобто бути пофігістом. Ну, блін, чого париться? Ти помереш, я померу, всі померуть. Бо більшість людей навіть не помічають, чого ти не звертаєш на них увагу. Люди, можливо, нормально до мене відносяться, а мені здається, що я там не так виглядаю. Сеанс такого собі психоаналізу несподівано закінчується стриптизом? Тільки, що на такі теми говорили, тут на той взяв, роздягнувся. Подумала, що мені сідорі. Я хотів, щоб вона пішла зі мною в воду, щоб просто вона відкинула свій протез, як символ того всього, що її зажимає. Пішли. Дураві. Треба роздягатись. Я не готова зараз в нас в Україні роздягатись, ти розумієш? Хочу, щоб вночі піде, я згодна. Коли стемні, просто, мабуть, не так сильно видно. Я зараз розвернуся, піду. Я серйозно хочу. Так, ну, все. Вибирай, або я ухожу, або я дам воду. Ми повертаємось до горизвісного Андрія. Борис та Наталя познайомили його із звабливою брюнеткою на ім'я Марія. Рандеву триває, і Маша привела Андрія у досить звичне місце для не зовсім звичного заняття. Я хочу тебе предложити поучаствувати со мной ще в одному моєму любимому занятті, якщо це не проєдно. Це танці з ножами. Мало того, що вона росомаха з цими когтями, заточками, тут ще й ножами будуть танцевати. Танці на публіці дають Марії невичерпний заряд сексуальної енергії. Парний танок має подвоїти життєдайну енергетику. І поки Марія готується до гарячого дійства, Андрій вирішує забрати назад роль лідера у їхніх стосунках. «Всью ситуацію контролюєє тільки one. Ну, надоєло вже, скільки ж можна? Маша! Маша, ти де? О, вон Маша! А де ти взял барабан? Там какой-то пацан возле лавочки играл, я говорю, да, я поиграю. Борьба такая подросткова, ч Nikă. Це, котро, як담ок пам'ятник, і нас stabbed Андрій штоLY простоular. Такої uję к обезьянке не хватает адекватности в понимании что можно что нельзя ты ставишь меня в неловкое положение мне стыдно шотя стыдно не стыдно я как-то не реагирую на эти слова потому что не часто говорят там мама бабушка сейчас дам палкой по голове андрей мне просто хотелось давать по мягким местам мы договаривались пойти танцевать я когда-то был на проекте танцевали уже на танцевал я хочу теперь уже петь тогда короче на этом закончим но конекшен человек не слышит маша и дэ та чорна спидня билизна что выразно проглядается крыз билу спидницу девчины все же стягуя андрея с архитектурной памятки стой стой маша как тебя земля носит вообще земля носит тут так примирение витбул ося до танцевального шоу залишаются леченые хвилины шанувальники горячей творчести марии уже чекают на выступ поскольку мы все время репетиции потратили на то что вы знаете из памятника сейчас мы просто импровизируем постарайтесь потенцировать меня с мужской партии без женских движений пожалуйста без женских движений у меня позволь меня пожалуйста будь мужчина хорошо наказы маши обговорению не поднягают тачи сможе андрей привселюдно пидкариты ся володарцы танцполу мне было очень приятно засерцать его в этом обличке диком я уже так увлекся уже танцую танцую а потом как так такая мелодия пошла веселая уже забыла обо всем демон зла так и вырывается с андрея тачи вгамуи свои темні сили публічно примижена мария маша такие глаза как будто у какой-то быка на красную тряпочку так какой-то было адский позор да может она просто завидует что я лучше не танцевал а на нее никто не обретил внимание поэтому она бросила ножи и ушла я сомневаюсь что в ближайшее время вообще хочу увидеть и как-то с ним общаться схоже наталья холоденко так и мало рацию щодо андрея він в черговый раз пришел пропиарите свою дупу борис пахоль найпровокационнейший лайфкоуч украины який николы не запыняется на пив шляху самая большая ошибка это бездействие ну что что да вчера чуть-чуть облажался не смог сдержать себя ты взрослый человек как бы да ты прекрасно понимаешь что ты это сделал специально вот я не понимаю зачем здесь просто какое-то дурачество перевесило но я хотел чтобы она просто привыкала потому что что ты так будешь все время делать ну а что есть у меня такое поведение есть его по сути опозорил при всех я просто хотел чтобы она вы меня воспринимала нормально в том что я делаю а нормальным для андрея и c как ты думаешь что хотят сделать родители например до тех детей которые насмотрелись твоих роликов и стараются повторить то же самое я же не говорю повторять я наоборот как бы говорю что ну не стоит такого что ты делаешь а что ты делаешь ребят мы сейчас снимаем ребята мы снимаем администраторов а ты не помнишь меня ребята ты не помнишь ребят успокой оставь его а не трогай тихо ты знаешь что ты делаешь вы что милицию сюда милицию вызови мы повертаемость долины дешва я пришла на проект чтобы найти свою коганя у меня на маля ноги на руках у меня три пальчика перше побачение с робертом у розпали как и их первая сварка я хотел чтобы она пошла за мной в воду чтобы просто она выкинула свой протез как символ того всего что и зажимает пошли мне нужно раздягаться я не готова сейчас украина раздягаться ты понимаешь хочешь в ночи пойдем я с водой пусть мне просто может не так сильно видно я зараз развернусь и пиду я серьезно все выбирай або я ухожу а байдам вода чипы боялась чешу я в одессе я решила заработать у цих на першой раз так на моих веках носила в житии маями это был необходимый день в моем житии я себя чувствовала принцессой больше для меня это был очень большой таки переломный момент спасибо за то что ты меня достал чтобы стремиться я честно я хотела бы мне сделать и на меня подверто подобается я вообще не помечаю какие у нее ноги какие руки перше побачение закинчается Лину переповню радость так близко как Роберт до ней не наближався еще жоден хлопец тож девчине я над чем подумать хочу пойти из Роберта на дорогу побачили наступного дня Лина зустречается с Борисом как ты себя называла потому что на первой нашей встрече это как-то уродик уродик вот и вот такая вот и уродик ты не веришь в то что мужчина может быть с тобой просто потому что он тебя любит как может такие люди комусь подобатись там уродливо все выглядит с этим ты будешь жить всю жизнь но можно поменять наше отношение к этому и Борис уже знает как это сделать он приводит Лину в незвичное место в яком у залишает ее на самоте я думала что мы нам чекаем я офигела фотосессия и вот тогда меня еще больше перевыкнуло меня Вадим зовут тебя как? Лина я Вадим Яцун я фэшн-фотограф уфотографировать обычных красивые модели это для слабакова я всегда ищу что-то необычное практически каждая женщина может стать моделью мы с тобой отправляемся на грим там нас приведут в полный порядок пойдем мне шапку надегнула потом еще какие-то штуки там накрутила оно мне будет и гарно, но я же не звукла я звукла завжди быть пацан я кейпер одягнула, развернулась и пришла фотосессия готова распочатись та модель готова не совсем мне не показалось сукню над рис, там, где мне протез и я офигела тебя смущает то, как он выглядит? да давай попробуем не хочу давай, становись, ничего не знаю все, вперед ну я не хочу и все знаешь, это принцип пятилетнего ребенка нужно побеждать себя эта съемка дана тебе для того, чтобы ты научилась не обращать внимание на то, что что-то некрасиво некомфортно прежде всего самой тебе всем остальным очень комфортно ну то не давать я пиду и заложать из комфорта какой пойду ты сейчас просто пытаешься взять меня на понт, а я уйду вибухнула все я не хочу все, припините не чипайте меня не чипайте меня Лена в кутку уже 20 хвилин ну хочешь ударь меня ну я хочу доработать, честно прости меня, если обидел после долгих вмовлянь Лена таки опановует себя сорвать каре я не люблю себя можешь не доверять? заразумела пока я сама себя не полюблю меня никто не полюбает Настик чуть-чуть сюда молодчинка у меня не было даже думок про это что я могу быть такой женщиной я тебе дашь? мне только три можно давать давай три оба фотосет у розпаля Лена изменяет образ я никогда подобного не делала взглянули меня взагал на самом деле ты очень красиво выглядишь но тебе, кстати, очень красиво играть это было очень приятно почути мне таких комплиментов никто не говорил Лена доверяется фотографу тож наибольшее экстремальный образ уже чекает на ней не могу даже дописать насколько это было тяжело делать это то же самое как человек поставить на какую-то горку сказать стрибаю Абе целковито расслабить Лену фотограф подготував для нее эстетичный протез известная британская співачка Виктория Модеста мает такий самий Та на відміну від Ліни зірка пишается своєю особливістю про що свідчить її яскрава карьера то ще прийме саму себе надмірно самокритична Ліна провернуть попу вот так вот это очень круто ну куди мені ще думать про таке про туфли классный макіяж я вважала що це такий океанин не може собі дозволити а сьогодні у мене була така можливість я думаю що ми закінчили получила огромный кайф я отримала позитиву багато дуже ви тако прикольно фотографуєте 105 зрозуміло що може бути гарною дуже гарно я там сексблоб День другого побачення на зустріч із Робертом Ліна вперше в житті вдягнула сукню хочу дуже побачити Роберта я дійсно слилююсь як життя нормально нормально приємно було і побачити в такому образі дуже круто гарно виглядаєш сьогодні дякую величезно взагалі не вдягала ну сукні її тут дійсно личить в мене для тебе сюрприз пішли? давай сьогодні побачення влаштовує Ліна на пару вже чекає настільний теніс подобається ракетки перший раз тримаю але цікаво я просто професійно займаюся настільним тенісом я чемпіонка України з настільного тенісу на теніс записалась мені тоді 11 років було сирійське дитинство захартувало Ліну але не позбавило доброти і щирості дівчина ніколи не втрачає можливості допомогти тим хто потребує підтримки вирішила зробити такий благодійний тур була умова хочеш зі мною зіграти тобі придеться заплатити для допомоги дітям у тебе є можливість зі мною зіграти і щось тобі покласти для дітей все що є ти можеш кинуть віностанні гроші взяв дістав навіть собі на проїзд не залишив то відбивати можеш тобі нормально ти ж двигайся ой о господі я навіть в стол не можу попасти ні бум бум це так мило було коротше ти програв так? може ми покличемо інших людей вони нам допоможуть як раз в році зібрати ух ти вона дійсно вміє це робити це викликає реальну повагу декілька десятків суперників іскринька наповнюється грошима ну трохи бобла є на всі зібрані гроші ми поїхали до магазину і обрали іграшки фломастери і поїхали до цитячого будинку привіт шукайте шукайте тому що подобається є лялька ось так ось так я побачив Ліну такою м'якою і доброю вона хороша людина а як тебе звуть? Аня а як тебе робить? 14 ні на а че хто від яких жили? діти роздивлялись в мене вони першу побачили таку ногу в мене немає ноги і для того щоб я гарно ходила я ношу притесу дивилися фільм там термінатор люблю з дітьми жартіливо говорити мені здається так можуть і хлопця підсюпити тебе ж ж підшипила десь вона мила а ви знаєте що він не вміє кататися на велосипаді мріяла завжди покататися на велике і він хотів здійснити мою мрію йому прийшлося піти і шукати іншого хлопця щоб він мене катав вона загалом задавала атмосферу і була для них такою ніби як старшою сестрою зраділі приходу солодкої парочки діти явно щось замислили аби здійснити задумане Роберт та Еліну безсоромно виганяють у сусідню кімнату ми повертаємось до Андрія Мартиненка щойно просто під час зйомки на нього здійснили напад невідомі пустите пустите Андрей, все нормально Андрей, так, куди? нож убери 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 нож я сказав пацаны все, успокойтесь так, ребята, здесь камера м'якоть нападниками займається поліція Андрій у шоковому стану. Борис намагается заспокоить хлопца. Страдаю из-за того, что я делал раньше. То есть твои видео как-то разрушают их ценности или что? Теперь они просто меня разрушают, эти мои старые видео. По сути, то, что они сделали, это хулиганство. Ну, в каком-то смысле, ну, оно идентично твоему поведению. Я же не должен никому ничего. Я просто снял видео и все. Я не хотел обидеть чьи-то чувства. Вчера Маша попросила тебя выступить как нормального человека, с ней помочь ей. Ты обидел ее чувства? Ну, возможно. Я понял. Я попытаюсь загладить свою войну перед Машей на следующем свидании. Я хочу все исправить. Схоже, критичная ситуация, в которой щойно побывал Андрій, народила в ньому бажание попросить про бачение. Та чи прийме его Маша? Я сомневаюсь, что я вообще хочу увидеть и как-то с ним общаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зовсім інша справа. Сорочечка с коммерцем и стриманный букет свежих квитов. Андрій чекает на ней. Сегодня я тоже попытаюсь произвести впечатление на Машу, только уже не так, чтобы она убегала от меня, а чтобы она захотела остаться и, возможно, не на один день остаться. Я хотел появиться так эффектно, но эта лестница была совсем неуправляема. Я вот так на ней катался, как какой-то, блин, Робин Гуд. Привет. Мы тебя любим. Как ты вообще красивая такая? Немножко простудилась после наших танцев. Сегодня кричать на тебя не смогу. Мне очень неприятно, что так получилось. Я так захотелось ее обнять как родную, как свою. Я постараюсь все исправить сегодня. Слушка мне. Андрія не впізнати. Просто бусечка. Хоч до рани прикладай. Вот у моих друзей около года назад случилась неприятная ситуация. У их ребенка было заражение крови и нужен был донор для переливания. Я сразу же вызвался. Ну, неожиданный поворот был. Рад, что я смог помочь. Теперь я добровольно посещаю центр крови. И я подумал, что, может быть, ты будешь не против сходить со мной. Сдать кровью. Попробовать. Да. Было удивительно увидеть его мягкую, добрую сторону. Сочувствующую. Схоже, от этого раза Андрій обрав правильную тактику залетяння. Тож приемно вражена Маша без вагань погоджуется на все и одразу. Да. Кулачок распустылый. Маша, не хвалюсь. В этом было что-то романтичное, когда мы лежали вместе. Не ожидал у тебя такого. Действительно, наверное, самое неожиданное свидание. У меня жизнь. Представляешь, какой будет ребенок, у которого будет моя кровь? Каким-то сумасшедшим. Тебя он психологами станет. Тебе слезы пошли. Больно. Это слезы радуются. Я растрогана ситуация. Кровь и слезы. Неймоверный сумасшедшим почувствия и эмоций накрыла пару с головами. Процедурка закинчилась. Дякую. Десять хвилин. Отпочиваете? Сейчас мы поедем в не менее интересное место. Почки сдавать. Да. Теперь перейдем на почки. На самом деле мы сейчас поедем сдавать волосы. Нам парики. Да. Ну, я думаю, тебе понравится. Я тоже. Нэп же Андрей взявся за старе. Я долго выбирал место. Заранее подготовил сюрприз. Я его закопал. Я понимаю, тебе, конечно, неудобно. Наверное, я пописку. Ничего. Аккуратненько. Сюда, на подушечку. Это реально был какой-то райский уголок. Очень-очень впечатляюще. Вау. Это сундук. Я вижу. Пускай этот сундук символизирует мой внутренний сундук, который ты смогла открыть. У тебя получилось как-то угомонить и управлять теми демонами, которые есть во мне. Так. Очень мило. Таких сюрпризов мне в моей жизни никто не видел. Это сыворотка правды. Ого. И раскрепощение. Моя бабушка не любит, когда я бью. Звонит, даже не говорит привет. Андрей, ты ж там не пей. А как она относится к твоим увлечениям? Какой ты разум наберешься уже, а? Ругается постоянно. Подзатыльники дает. Она тебя очень любит, видимо. Позорщина. Что за то? Наверное. Ты тоже цене ее. Мне на тебя повезло больше, покажется, чем мне. Что-то моей бабушки уже нету. И я не успела с ней попрощаться. Ну, успокойся. Она мне была ближе, чем мама. И очень меня любила. Ну, не плачь, пожалуйста. У тебя глазки такие красивые, а ты плачешь. Я хотел бы выпить за то, что мне попалась именно такая девушка, как ты, таких, как ты, по крайней мере, не встречал до этого. Спасибо. Мне, на самом деле, очень хотелось бы оставить что-то тебе на память и отблагодарить тебя за сегодня. Я увлекаюсь рисунками по телу, хной. Они называются браслет любви. И если будешь не против, я бы тебя сотворила. Я буду не против. Ур. Ну, как тебе ощущения? Приятно. Будет выглядеть, когда сушает кровь. Мне нравится. Ура. Давай ты не будешь устанавливаться. Я могу разрисовать все тело, правда. Буду засыпать и просыпаться с мыслями о тебе. Спасибо большое. За любовь. Да. Ого. Оно прям всего не для нас. А почему такая большая? Знаешь, в полнолунии происходят такие волшебные вещи. Было полнолуние. И это вдохновило меня предложить Маше пойти искупаться. Может, пройдемся по лунной дорожке? Заманчиво, конечно. Я никогда не плавала в полнолунии. Галышом. Ну, особенно. Так ты готова к этому? Да. Наверное, такую девушку хотелось бы видеть рядом с собой. Можешь платье расстегнуть? Могу. Так, мне как-то не подряд, когда лучше. Вся вселенная способствовала всему происходящему. Не хотелось это все останавливать. Хотелось просто продолжать. Продолжать и продолжать. Если бы кто-то другой был со мной рядом, вряд ли я бы пережила такие эмоции. Схид солнца назавжди забрав из собою таемницу минулої ночи. Сегодня экспрессивная пара мает озвучить свои решения щодо их общего будущего. И навряд ли то, что происходило на месячной дорожке, станет вырешальным в вынесении выроков. У меня нет сомнений по поводу моего ответа. Я думаю, это ее удивит. Андрей першим поспешает на зустріч и с Борисом. Здравствуйте. Ребят, зайдите, пожалуйста. Это мои хорошие знакомые Николай, Вадим. Вы шо, милицию сюда. Милицию вызови. Та ситуация была подстроена. По-другому с тобой нельзя было. Если бы ты не прошел этот урок, ты бы мало что вынес из нашей встречи. Я думаю, что мы должны пожать друг другу руки, наверное, и пожелать удачи друг другу. Спасибо. Да, не ожидал, конечно, от вас. В серьезных жизненных обстоятельствах это могло закончиться трагично. Я желаю тебе принять какие-то новые для себя правила жизни, принципы. И сделать свой выбор сейчас с Машей, как взрослый мужчина. Пока Андрей чекает на свою половинку, Наталя и Маша плеткуют про жиноче. Оказывается, что он никогда не испытывал на себя плетки. Приехали на пляж, решили на экстремальный поступок. Готовы ли вы озвучить свое решение? Я не уверена в том, хочу ли я продолжать общение. Я хочу его увидеть, и я почувствую. Привет. Привет. Красивая такая. Ты тоже. Хотел сказать, что то время, которое мы с тобой вместе провели, это было незабываемо. Я не могу сказать тебе да. Ты просто всегда такой останешься, я понимаю. Я перед сном смотрю твои фотографии и вспоминаю, как мы общались. Но есть «но». Да? Есть «но». Я не знаю, про что наша знакомность с тобой. И мне интересно узнать. Ты даришь мне ощущение настоящей жизни. Я говорю тебе да. 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 Ты даришься, как это магия. Да. Я не могла представить девушку, которая конструктивно влияла бы на такого странного парня. Это твой треугольник, я считаю. Ну, наш. Я очень постараюсь выжить. Мы снова возвращаемся к Ліне и Роберта. На втором встрече пара наведалась в детский дом. С бендеженной появлением половинок, дети явно что-то подумали. Роберт и Ліна были насильно переведены до еда. Чего вы работали? У меня у вас понятник. Я уважаю... Жене подглядывают. Чего вы подглядываете? Женех и невеста, тюрьки и тесто. Женех на работе, жена в компоте. Вам спати не пора? Нет. 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 Десять хвилин детского шепотиня и... Я думал, что они готовят какой-то танец, но они насмешили очень сильно. Ого. А, это так сюрприз. Там не просто гречка, там что-то сердце сделано. Я фигела. Гречка, сосиски и помидоры. Саме так виглядає романтичная вечеря у детячей уяви. Не забули и про вино. Это выгодно гроти. Можешь помогать? Да нет, я сама. Я стараюсь. Они какие-то маленькие мурчики. Спасибо. У меня было много романтичных вечерей на очень дивных местах, даже в туалете, но в детдомке еще не было. Далее за сегодняшний день. Сохнемся соком. Надзвичайная романтичная атмосфера мала все шансы налаштувати цю пару на единый любовный лад. Та у Ліни є одне запитання. Мы весь час с тобой спілкуємось на подбаченнях. Просто ты помітив, что я тебе рассказываю реальные вещи про себя, а ты мне так поверхово все рассказываешь, я ничего не понимаю. Я, конечно, не сильно люблю про себя балакать, как ты помітив, а иногда даже не могу балакать про себя. Я понимаю, что почти каждая людина измельчает. Для меня это все-таки проходящее. Одна людина, которая с тобой не сможет лишиться, это ты сам. И все. И в принципе, никто тебе не потребен для счастья. То кто тебе, люди, не потребен для счастья? На самом деле, нет. Я пришла на проект, чтобы найти счастье, або дорогу. Ну, тут також сложно. Я сам не знаю, че я пришел. Ну, просто попробуйте. Такое впечатление, что он пришел своим фейсом покрасил. Это меня действительно впечатляет. Дай Бог, чтобы я помолялась. Доброе, я предлагаю вам закинчить этот вечер на этой не очень веселой ноте. Лена впечатляет, было по ней видно. Я бачу, что я его защипила очень сильно этим диалогом и своими вопросами. И видно, что ему не пофиг. После этого разговора мне нужно как-то разобраться у себя. Два побачення позади. Сьогодні Лена и Роберт должны решить, почему они встретились и что будет дальше. Останная наша разговора с Леной меня нагрозила. Я думаю, ее виштовхнуло, потому что я не знаю, до чего это все произведет. Я не буду с Робертом церемониться. Я ему скажу, быстро, лаконично. Свой выбор. Сподобается, он ему или нет, не знаю. Привет. Очень хорошо выглядишь. Дякую. Самая первая мысль о нем. Здорованье. О, счастливо. Я люблю здорованье еще и с бородой. Взагалі баба. Хотел сдавать их еще как-то. Ой. Мне кажется, он вообще ничего не живет. В планете живет спонтанно, как и я. Это было бы прикольно. И я думала, что я действительно его вдарю. Мне нужно раздягаться. Я не готова сейчас в нашу страну раздягаться, ты понимаешь? А потом я не знаю, чему-то. Погодилась. После работы в фотостудии ты поменялась? И я думала, что просто я вбью и фотографа. Я не хочу все. Стрепи, нет. Потом я понимала, для чего это все было. И вы знаете, я даже себя любила. Видите, я даже в цукни пришла. Мені набридало про себя завжди говорити. Мені было цікаво почути про него что-то. И больше зачепило то, что я очень закрытый. В некоторых таких аспектах своего життя. Я хотела узнать, чему он пришел на проект. Бо я так и не зрозумела. Он вокруг да около ходил. И мне это не понравилось. Мені треба з ним поговорити спочатку, а потом я уже зроблю висунки. Мне очень хочется, чтобы ты прислушалась твоему сердцу. Прохани. Это как перед замаганиями. У тебя колбаса по полной программе. Так само и тут. Гонджур. Привет. Будь хорошо. Дякую. Тебе тоже, кафе, носить гарно. Переживай, знаешь. Чего ты переживаешь? Бо я сюда пришла не для того, чтобы красувати спейс. Я сюда действительно пришла, может, не за любовью, но дружбу, возможно, найти. С первого дня нашего побачения ты мне сподобиваешься. И поэтому мне очень хочется узнать, как ты до меня становишься. Я с тобой действительно не хочу играть. Я надеюсь, ты понимаешь это. Я с жодным хлопцем, с жодными друзями с первой встречи никогда не показала, например, свои вади. Такие значения вадам даешь, какие на самом деле не совсем твои вади. Я зациклена просто на том, что люди меня бачать сначала как инвалидика, а потом от меня идут. И у меня есть проблема из-за этого. Ты можешь показать середнюю палец, когда тебя дистанут. Зато я довольно могу показать все. И ты мне можешь отдохнуть. Ты действительно для меня интересный. Ну и плюс симпатичный. Ты мне очень понравишься. Моя ответа такая. Я хочу с тобой общаться. Я говорю тебе так. У меня есть своя пропозиция. У меня есть такая штука. Ничего себе. Ты можешь помняв? Ого. Пизнаешь? Ого. Ничего себе. Ты бачишь себя с одного боку, а это иначе ты биг. И ты просто не зажаешь на меня. Капец, а что ты даешь? А как тебе я тут? Так, ну, хоть на фото, хоть жить. Просто ты не сприймаешь себе такое. А ты будешь надседать эту футболку? Ну, так, если дозволишь. Ты теперь хочешь поганьбитись трошки? Поганьбитись? Давай поганимось. Как кролика и шляпа, ты будешь в мятом. Ого. И белом. Хочешь таки надягти? Ух ты, да. Я надягну их за любки. Гарно, да? Дякую. То что мы будем делать с сыном колонами? У тебя есть какая-то идея? Все классно. У меня притягивают люди, которые не похожи на тех, кого я знаю. Она неординарная личность. Можно что-то попробовать, чем винят. Не со своим колонами? Не coke. Продолжение следует... Продолжение следует...